С наступившим Новым Годом, друзья! Всех поздравляю! Наконец-то 2020 год закончился. Можно смело послать его нахер вообще. Забыть все обиды, проблемы какие-то и так далее. В общем, всё плохое забыть, оставить в прошлом. И уже с чистого листа как бы начать Новый Год. Надеюсь, этот год принесёт нам больше позитива, добра, улыбок, мира. И приятных, хороших новостей и крутых сериалов. Я надеюсь, все живы. Иначе с кем не смотреть этот сериал. Я надеюсь, что у вас всё хорошо. Желаю вам всем вообще всего только хорошего, позитивного, доброго в Новом Году. Я надеюсь, что вы хорошо встретили Новый Год. И хочу сказать... Ну вот пока выходные, я сейчас нашёл время пока дома записать вот реакцию на новую серию. Классно то, что она вышла. Я, конечно, ждал 31-го, но она чуть попозже появилась. Так, забываю, что я хотел сказать. А, ну, ходите по гостям, гуляйте, видитесь с друзьями, пока есть возможность, выходные и так далее. Я, конечно, не знаю, как там состояние в Казахстане. Но, не знаю, у нас всё нормально. Гуляем, общаемся, сидим в кафешках и так далее. Вот, вроде всё, что хотел сказать. Я сказал. Новая серия. Что за цирк тут устраиваешь? Давайте смотреть. Чтук, аванс. Ты что, охранил что ли? Убери нафиг это. Как только он возьмёт конверт с деньгами, сразу заходим и берём. Что за кипящий? Концовки начали. Что за херня? Что за херня? Что это у меня тут вот, а? Что за херня? Ну, те-то всё слышат, наверное, уж там. Ну, чё там? Рано, добро. Не уши? Нормально всё. Смотрите. Молодой человек, я вам предлагаю так. Завтра ваш друг идёт в городской акимат, там есть архитектура. Куда придёт, напишет заявление и официальный бюрет разрешения. Всё должно быть по закону. Ой, да какой он такие грозные! Ай, блин! Чуть не поверил! Ты играешь реально, убедительный! Чуть не поверил. Ещё знаешь, такое, как будто ты сейчас общаешься, как будто из прокуратуры. Это, блин! Я вам ещё раз повторяю. Пусть идёт в архитектуру, пишет заявление и берёт разрешение. Официальное. Вот так вот. Ты, подожди, ты чё, глядя, с юридом, что ли? А как вы хотели? Я хотел по-братски, как раньше. Я даю тебе деньги, а ты решаешь мою проблему. А? Ну чё? Официальное, я не понимаю, о чём вы говорите. Я никогда в жизни, никогда в жизни не брал взятку. Я всегда работал во благо народа. Кстати, дача взятка должностному лицу карается законом. Уголовный кодекс откройте, там почитайте. Поэтому ваш друг по закону официально должен сделать разрешение. Пусть идёт в городской акимат и в архитектуру. Так я не понял, чё за цирк ты сейчас узнаешь? Не Исааке, а Саят Саматыч. Если у нас всё, разрешите идти. Чё, закройте? Спасибо. Нет, подожди, курорт вы позже, я ещё не закончил. Я закончил. До свидания. Давай, уговорим всё. Проводи, Саят. 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 Эй, я... Отошди, я сказал, ты клинита, бля! Я тебя, сука, по-любому закрою! Голдом, блядь! Ничего себе. Аж плюётся. Чё смотрите? Вернись. Руки поднял. Я говорю, руки поднял. И кофе возьми. Сука, вы свои дешёвыми шутками скоро убьёте, клянусь. Эй, я тебе тогда кофе принёс. Кофем боролись? С сахаром? С сахаром? С сахаром двойной. Как ты любишь. Чё там? Чё за срочи с ним был? В одном костюме. Короче, меня сегодня чуть-чуть не повязали. Да, чуть-чуть. Чё, нормально, Адамша повязать не могли, что у тебя? Обзал, клянусь, не до шуток сейчас. Эй, ну ладно, я тоже не шучу. Там же вечер был. Вчера? Как в день? Знаешь, сигареты есть? Ты ж не куришь. Да хрен с этой работы не закуришь. Короче, как ты и говорил, всё и было. Ага. Они хотели чисто через родных меня поймать. Ну как родной? Теперь после этого, наверное, гнилой больше, чем родной. Вот как ты говорил, так и было. Вот чувствовал, что-то не то, что-то не то. Смотрю, глаза дёргаются. Бегает, знаешь, вот у него вижу какой-то страх какой-то неуверенный. Я-то его хорошо знаю. Начал рукой, начал искать под столом. Смотрю, там что-то стоит. Начал в окно смотреть. Смотрю, машины стоят, люди, какие-то левые люди. Всё, и я, короче, спалил. Сразу почувствовал и спалил. Не, ну тогда это точно не КМБ. И даже не коррупционщики отвечают. Залётные какие-то. В смысле залётные? Ну, залётные. Они тебя, наверное, за яйца хотят схватить или что. Были бы, братан, наши, наши профессионалы, ты бы их точно не искалил. Дай закурить. Ну, ты сам так говоришь. Сука, только от этих избавился. Теперь эти, что ли, на хвост сели? Надо никого бояться. Работай просто честно и всё. Пойми, у них сейчас на тебя конкретно ничего нет, раз они за того ещё не приехали. Понимаешь? Просто работает честно, Болда. И так честно работает. Просто до какого времени надо честно работать? Нет, ну вообще-то всегда так надо работать. Нет, я имею в виду, как было. Не то, что там... Саят, я тебе так скажу. Я не знаю, кто тебя там на хвост сел, но раз ты пока ещё в разработке, значит тебе везёт. Значит, нет конкретного факта какого-то, чтобы могли тебя посадить. А как будет, они сразу же за тобой приедут в тот же момент. Понимаешь? Что ты предлагаешь? Работать? Только не как обычно, а честно, для народа. Саят, ты же молодой. У тебя район относительно молодой. Ты можешь сейчас всё чётко выстроить, чтоб всё было грамотно, честно. И чтоб люди тобой восхищались. Народ чтоб тебя хвалил. Саят, ты вспомни, как наши родители мучились. Всегда говорили, эти акиматовские чиновники достали тебя. Как они мучились, ты не помнишь, что ли? С такой же простой семьей, брат. У тебя есть сейчас шанс поработать для таких же людей. Обычных людей, простых, как твои родители. Ты пойми это, я тебе тысячу раз это объясняю, ё-моё. Да ладно, всё, не грызи, всё, я понял. Ладно, давай, мне тоже на работу пора там. Сегодня как раз одного чиновника будем ловиться под личным. Да ну, надеюсь. Ну, я звонил, говорят, не ты нормально всё. Иди в жопу. Эй, кстати, вот, начни с чистого города, как раз мусор выкинешь. Давай. Чё, вы на самокат пересёл что ли? Ну да, я всегда был на самокате. Скромность прежде всего. Хотя вам, чиновникам, наверное, этого не понять. Давай. Самокат минимум 200 тысяч стоит, зарплата 150 тысяч тоже у пензии. Ладно, хрень сказал. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Силаминский сир. Ах-ха-ха. а земля на только чего стоит им байтан жир кстати ты знаешь что под землей находится уголь нефть и да глубоко на под землей метра где-то 2 или лежать в спокойствии с червями а кстати там они вот сколько могут тупить ну как ты хочешь знать я сам даже сам не ожидал что она как у нас вокруг пальца это шут значит ты тупой и правильный подход выбрал из того разговор начал проводить этот совет с каким-то еще правильным стал что-ли что-то с каких пор этот совет стал правильно и как будто знал что мы прослушивать будем это он его запугал он подготовлен и было это моя заслуга смысле заслуга моя заслуга это моя ошибка я недавно просто слух пустил что за него км взялась мне кажется он на очко просил до хрена ты пустил этот слух он начал реально беспределить если он так дальше пойдет его завтра снимут поставить всем нашим всем движением капец полу а сейчас сука прям двигаемся по твоему у нас проблем нету да я же говорю ты тупой бля на ровном месте взял и бля проблему создал для всех сидит калатова позвонил хасан говорит что тот человек не справился с вашим поручением спрашивает что делать ну чё делать пальцем отрубить ну отрубить ему пальцем пофиг еще один пальцем отрубить у него же все равно 10 пальцев 9 какая разница они больше не меньше понюш ну а сделаем так я тебе даю еще ровно неделю чтобы ты решил все эти проблемы чтобы этот твой саят лично ко мне подошел на поклон там просто знаете это мне вопрос это получение чего-то маняне заговорил еще уже и так избили зачем в реку головой ну да там было сосу этих полагоний что за придурки не окружает чё-то вот еще тут а не хочешь скупаться ах это видит тушку свой а чё тогда стоишь иди и отдавать тащите сюда так принеси мне чай и этого давленно суда позвать поставь сюда и я позвонила даурену он сказал что зайдет позже он делает отчет да да я вижу как его здесь отчитываю все спасибо а слушали а я всегда хотел спросить ты как нам на работу устроилась сайт саматвич я писать хочу что писать хочу ну да я как бы не хотел бы это видеть всех секретарш как секретарш у меня овца да 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 я видел и слушай у меня такое предложение тебе я все-таки решил перестану кадров сделать мне кажется есть какие-то люди которые плохо работают такие знаешь бездарные предатели книги даже можно поэтому как думаешь может уволим кого-нибудь я тоже заметил что в последнее время у нас тут много подозрительных лиц там да азамат 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 я думаю тут еще коррупции нет да специально наших подрядчиков душно потом всех я тоже так думаю но пока не азамат пока другого уволим запиши все 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 прям срочным образом надо его уволить хорошо так записывай надо уволить тебя 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 искал слушай я здесь подумал надо уволить моего помощника а че зачем государству лишние деньги платить за киев дарма и тем более ты у меня есть поэтому навленчик ты свободен советсам отвечает прекрасно знаете что у нас тут за каждым упорщиком стоит кто-то конечно но если вы кого-то уволите вам обязательно кто-то позвонит конечно я знаю я уже привык это же акима но я еще знаю что за тебя хрень кто позвонит у нас никто свободен на одну и так сказать минус 1 гниды поэтому дальше работаем сушами из такого предложения давай собери мне всех зам акимов всех начальник управления сделано небольшое собрание нужны поднять острые проблемы у нас на районе и решить их чем больше людей так сказать чем больше мнений хорошо со сам отвечу но мне кажется они будут говорить что у нас все идеально нет никаких косяков и вы самый лучший аким в мире если вы реально хотите узнать проблему народа ту поюсом в смысле куда будем будем куда дома народу азамат азамат эти не понимаете честное слово куда ты меня ведешь куда сейчас шеф через минуту при здрасте кто приедет такси нахрена мне такси у меня свой водитель и ну вы же сами хотели узнать мнение народа правильно ну и чем вам заместители правду не расскажут таксисты все раскрою того чтобы на такси сел ну да а ты заморачивайся честное слово завица матович доверьте мне пойдет времени до хрена кататься не смешно завица матович главное туда-сюда побольше покатайтесь на такси много чего узнаете все все давай дошли удачи поехали неплохой вот чё в акимате работали нет нет я по делам заехал я тебе так скажу и через них дела не решишь смысл почему ну смысл это жаке мат у них им пофигу до наших проблем я вот сам лично три раза какие мату хотел зайти не они приняли сама ким района не было что вешать его даже до кима не дошел даже представляешь там это секретарши это стерва говорит он занят он на встрече до него не наберешь а я же слышу я же слышу я же вижу что он там в кабинете у себя сидит там что-то там херню всякой занимается вот у него еще голос такой мешки ты бы знал как мисками я не знаю насчет волосы вроде нормально был секретарша да стерва на насчет тупая 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 по моему там нормальный район на ким насколько я знаю а если бы был бы нормальным я бы он второй год бы на канал не ездил бы за водой за водой у вас воды нет что конечно нет воды они только у меня вот на всей улице нет воды бедные как его подрядчики приезжали как-то и давай там все копать копать обещали сейчас все сделать еще взяли все закопали а теперь не воды и не подрядчиков нет короче никого не подскажите вы на какой улице живете нашему ничего не пойму вроде бы новый микрорайон города относится у центральной канализации нет замучился уже каждый месяц септик чистить вроде бы в прошлом году должны были сделать центральную канализацию вот именно должны были но не сделаны мало того что они этого не сделают эти подрядчики еще ассоциализаторы купить теперь на этом еще и деньги делают разберемся разберемся обещаю разберемся какие еще проблемы есть на районе какие проблемы проблемы все перед носом дороге все ушатанные убитые ремонтировать надо не ну по идее еще прошлом году должны были отремонтировать но по крайней мере так планировали это по идее и планировали делать ничего не делает могут только воровать ну тоже не утрируете как будто везде только акимат виноват нормальные дороги утрирую как я утрирую если он элементарно на детях деньги делают вот уже год не могу их садик устроить приходится собой катать детей матери нельзя ставить жена жена тоже работает в больнице а там вообще в жопа творится детям безопасней со мной чем в этой районной больнице ну я думаю там садике как-то можно ускорить вопрос с очередь ну можно если заплатишь или если в акимате связи есть они прям наверно все через связи у нас конечно у меня сын второй год вагимат устроиться не может а почему не может потому что мест нет дает вот и между тем рулем многоставка высокая 5000 долларов просят не может быть какие-то 5 тысяч долларов это чё за должность тогда вот и уже ты не должен быть это просто чтобы устроиться обычно специалисту да нет бред какой-то не может быть а чего удивляетесь я он дунирку открывал то елки инспектор придет участковый то елки сесс нарисуется то еще кто-нибудь припрется вообще работать не давали ну да я об этом в курсе я разберусь я разберусь смысле разберусь ну слушай я же это я же блогер я разберусь да братан это бесполезняк вы блогеры вы тем более вы проплачены вы пишете то что вам говорят а когда реально надо вы молчите не все же такие блогеры я напрямую такой я не такой вот тяжело найти нормально блогера вообще нереально тяжело максимум максимум может быть ну ты вот я разберусь да все вам не надо уже я закрыл свое то поэтому и так стоим а чё за тлота да там тротуары а реки всякие ремонтные работы там делали классно жду зачем закрой задушили нас окажется без связи ты никак тендер и выиграешь вы обещаете я разберусь разберусь и смысле обещаю ты чё еще ансмаре чуть и все как аким видишь просто я его хорошо знаю я помогу тебе связано сам где работаешь в акимате нет я просто так сказать районного акима хорошо знаю родственники его близки тогда я сразу предупрежу тебя тебя 3500 будет после 3500 я вообще тебе помогаю мы за штуку договорились нет и жестче никаким а и чё он же вот значит и ты вот от этого ты не обиднейшим народу хочет помочь он слушает остановку проешь останови меня вот он табарь сделай уволил я же для него все делал так и все делаю все 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 успокойся успокойся как нормально уволите это же нормально уволил и этого азамата себе советником взял на его место месяц это тупой не видит его совет за его тупости я страдаю хватит от тупости говорит тебя я наслышался сегодня этих слух хочешь воду сказал что будет чики-пукин ты таки вот азамата надо убрать знаешь ну вот сон мусти официант водки салам алейкум я вот только хотел спросить а где тут чувак что там как-то нормально говори короче пробил я за вашего азамата через пацанов либо он охеренно шифруется либо реально бичует как смысле бичует машина у него нет квартира есть это не своя ответка в 2001 досталось я тут немного закон нарушил пробил его депозит что думаете сколько у него там вот здесь он попал миллион долларов него ляма тенге нету короче пустой может быть такого по-любому должно быть что-то за чего зацепить можно тоже не ангел объема конечно не ангел тварь он сука нет заткнись а заткнись задолбал ты уже все у нас в офисе сами в шоке да я честно говоря впервые вижу гос чиновника который беднее чем любой гаишник просто правильный чувак да у нас этот постой советник на семидесятке катается может быть это вот такой вот правильный гос чиновник на таких держится система да слушай давай сейчас без этих соплей из этих соплей все не понимаю конечно все будет нормально вы это тут слишком сильно не орите я щас приду туда приду сказал куда ты а кайцы или ты тоже шифруется там что сказал я когда беру чего-нибудь постоянно срать приятного аппетит попал а дурмай тут че смешно налево официант водку приезжай лучше рахмеда салон это реальная акимат ну че шеф как все прошло че-то он вообще как жопа полная жопой что случилось на заварить кто таксисты мои заместители твари все твари позор позор мне так стыдно бы столько всего услышал короче делаем так собери мне всех заместителей всех моих сотрудник будем перестановку все равно надо на хрен его понял понял шеф кстати шеф может на автобусе проедете почему короче не таксиста хватит а еще в больнице в очереди может постоять в коспочту заехать азамат пенсионерами пообщаться азамат до хрена чем можно узнать о нас подожди 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 интересно что будет дальше так я всегда говорю так хорошая серия классно то что началось продолжение и как там единственный момент типа он ну щупал когда и там достал из салфетницы этот диктофон там прослушку они же там это все спалили просто они молчали наверное наверное тогда еще поняли то что все пипец их план провалился саят конечно хорош в этой серии прям супер круто особенно круто то что он встретился снова со своим одноклассником бывшим этот ему правильные вещи сказал насчет того то что надо все-таки стараться для народа для тех же людей там ну вспоминая там своих родителей как им было тяжело и так далее сцена с этим бандитом классно виды конечно крутые но эти запугивания уже как-то перестаешь бояться этого всего типа ну видишь но этому его помощнику он ничего не делает ну хотя бы что-то бы как-то он бы там его задел я не знаю просто бы его я не знаю начали душить или еще очень ну хоть что-то но так получается то что каждую серию ему всегда везет его не трогают сколько сколько раз он уже угрожал ему этому ничего не делалось было бы конечно классно если хоть ну чуточку его помяли прямо все я был бы счастлив вот но бандит я повторюсь я всегда говорил хорош вообще тут многие конечно красавцы классно играют так и назад классно то что избавились от жука не помню как его зовут но это очень круто классная сцена то что там на ушко нашептали и так далее классный прием насчет такси реально но это такой стереотип то что таксисты до хера все знают это так и есть принципе попадаются такие таксисты которые лишь бы поговорить пожаловаться и так далее но я не знаю тут наверно не профессиональные актеры или чё ли но вот один конкретно мне вообще как-то не понравилось то что ну как он подавал текст ну может быть это просто придирка но не знаю я ему не верил короче остальные нормально так ну и этот чувак который пришел там с папкой что-то какие-то надежды у меня были на него то что он реально что-то серьезное найдет до чего и они докопаются и так далее но в итоге в итоге ничего нет у них опять пусто в руках все-таки азамат может просто простой чувак может просто реально простой госслужащий на котором держится вот эта вся система но дуэт вот азамат и саято вообще очень классный особенно в этой серии как они друг друга подстёбывали точнее азамат саято это классно судя по всему следующей серии тоже будет интересно и они все конечно интересные но увидим замов я не знал то что там дофига замов ну хотя я говорю по-любому зам потому-то зам поэтому зам еще какой-нибудь мы наблюдаем как меняется наш главный герой это круто с каждой серии был отрицательным типа персонажем сейчас возможно реально все таки станет концу концу сезона таким добряком хорошим акимом классно было самое классное предложение тут типа ну до какого времени вообще работать нормально хорошо это было очень забавно вот и еще хотел сказать все забыл уже ну давайте допустим я чё-то сказал бы классно сейчас супер вот то что ты сейчас сказал это прямо все круто напишите комментарии как вам ставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал если не подписаны спасибо за внимание всем пока check it out